всем большой привет дорогие друзья вы на канале apple j crafts это канал о творчестве сейчас я выпускаю серию видео с подведением итогов за 2022 год этот год оказался достаточно богатым на творческие проекты но в основном все это выражалось вязание как я сказала в прошлом видео если вы его видели то знаете о чем идет речь если нет то я обязательно оставлю ссылку на свое первое видео этого цикла чтобы вы могли посмотреть я планирую выпускать эти ролики достаточно часто но освещать какое-то одно либо два изделия если допустим это аксессуары то они будут собраны вместе если это изделие из одного вида пряжи то они будут вместе максимально полезно рассказывать об этом чтобы вы могли эту информацию как-то обдумать посмотреть может быть рассмотреть более подробно пряжу как она ведет себя в изделии как она смотрится и так далее сделать для себя какие-то выводы и исходя из этого уже в дальнейшем планировать будете ли вы вязать например из такой пряжи или подобные изделия и так все эти видео я соберу в один плейлист который можно будет посмотреть либо позже либо постепенно когда наберется какое-то количество изделий можно будет смотреть друг за другом друзья изначально я сняла большое длинное видео поскольку сама я люблю смотреть ролики и параллельно вязать но по нескольким причинам мне проще сейчас снимать все-таки короткие ролики потому что для того чтобы снять такой ролик мне нужно чтобы в доме была тишина то есть нужно обязательно вывести детей на улицу и создать собственно возможность снимать это первый момент который необходимо организовать а второй момент готовится к самой съемки составить некий план поэтому процесс этот все-таки не очень быстрый естественно когда это большой огромный ролик все это засунуть в один ролик и подготовить действительно полезную информацию довольно таки сложно поэтому для себя я выбрала вот такое вот более частое подключение надеюсь что этот формат будет интересен и полезен вам хочу вам сказать что я очень благодарна во первых за подписку за то что вы заходите за то что вы ставите пальчик вверх за то что вы поддерживаете меня и даете мне мотивацию снимать снова потому что кажется любому творческому человеку это очень ценно и важно получать какую-то обратную связь какой-то отклик от людей которые тоже занимаются чем-то подобным и понимают собственно о чем идет речь это здорово и это очень приятно получать поддержку от людей которые также ценят творчество друзья нам с гарри также было бы очень интересно узнать что хотели бы вы видеть в наших роликах какой контент вам интересен интересны ли вам влоги что вам больше нравится смотреть когда рассказывают о конкретной вещи о том как она создавалась или процесс вязания процесс создания вещей мастер-класса или что-то еще поделитесь пожалуйста в комментариях мы с гарри обязательно прочитаем все комментарии жук и я буду основываться на этих комментариях и буду стараться создавать такой контент который вам интересен и нравится и так друзья сегодня я хочу рассказать вам о двух изделиях которые я связала из одной и той же пряжи но абсолютно в разное время одну вещь я связала в начале года для мужа а вторую вещь я связала для себя в конце года и начну я на самом деле с нее потому что у меня остался моточек именно от этого проекта он был ну он оказался лишним я взяла немножко больше чем потребовалось и пряжа это выглядит вот так ализе супер лана максим к сожалению фокус немножечко не ловится я вставлю фотографии этой пряжи немножечко хочу рассказать вам о ней значит это вот такой кардиган который конечно сейчас смотрится не очень удачно на вешалке потому что потому что он очень большой он не умещается полностью в кадр он очень тяжелый очень тяжелый показать его полностью очень сложно история этого кардигана такова я купила просто симпатичный моток пряжи который выглядел вот так вот я сейчас вставлю фотографию было очень интересно как же лягут эти цвета потому что я эту пряжу увидела впервые этикеточку я тоже сохранил я вам ее покажу это ализе макси ботик ализе супер лана макси ботик и как я поняла это какая-то достаточно новая пряжа в линейке супер лана макси потому что во первых она недавно появилась в ассортименте магазина я ее до этого не замечала и я обнаружила что есть еще один вариант этой толстой достаточно пряжи ализе и ее фотографии я тоже вставлю на экран чтобы вы могли сравнить ту пряжу о которой вот который сейчас показала я не пробовала никогда но а вот эту пряжу мне захотелось попробовать цена я стала вязать образец и это все вылилось то что я связала вот такой вот кардиган ну я его для себя вязала исключительно для дома мне очень тяжело его держать честно говоря на руках а его пока положу и просто немножечко расскажу историю кардиган для дома это нечто такое с помощью чего ты вот можешь быстро согреться но при этом это выглядит прилично это не халат да но и при этом это не какой-то кардиган который ты ну там носишь куда-то в свет скажем тогда то есть это такая достаточно уютная теплая вещь для дома который выполняет определенную функцию функцию согрева то есть это именно та вещь которую ты быстро можешь накинуть и быстро снять конечно дома теоретически можно быстро и свитер снять одеть и через голову я имею ввиду или джемпер какой-то и так далее но лично мне хотелось того что можно накинуть на себя вот именно как кардиган да то есть не застегивая даже может быть пуговицы кстати говоря пуговицы здесь разноцветные подбирала я их с учетом тех цветов которые имеются на кардигане я решила сделать его асимметричным потому что сама эта пряжа конечно вот вот этого яркого такого оттенка она довольно специфичная можно так сказать и палитра этих цветов она тоже такая знаете разнообразная неоднозначная может быть далеко не все цвета мне там нравятся я сразу как только начала вязать я подумала о том что это может быть вот такая вот асимметрия в виде одного рукава и одной полочки ну как мне кажется это очень оригинально получилось может быть конечно с цветами есть определенные у меня сомнения но в целом все вполне неплохо вот белая вот это вот пряжа она меня разочаровала а ложится намного более криво чем вот это вот разноцветная то есть я вставлю вам несколько врезок видео где я снимала его ближе более отчетливо видно петли и рядность и вот на белой пряжи рядность действительно видна плюс конечно за счет провисания полотна и она все-таки тяжелая но можно даже наверное так увидеть что петли немножечко вот дырявом становится полотно но это вот именно в верхней части потому что вещь опять же повторюсь тяжелая к низу конечно же такого нет провисания то есть она довольно таки равномерно смотрится мне в целом все полностью меня удовлетворила изделие которое получилось потому что она вот ровно выполняет ту функцию которую я в него изначально вкладывала то есть эта вещь которую легко и быстро на себя надеть она выглядит достаточно интересно все-таки это не халат да для дома и не толстовка и не какой-то такой свитер который там порой сложно снимать одевать при этом она греет и при этом она достаточно практично и удобно и его так скажем не жалко она из бюджет недостаточно прято и я здесь не пользовалась никакими мастер-классами я вязала просто сама по своим расчетам по по каким-то своим ощущениям если можно так выразиться начинала я вязать с полочки кстати это изделие у меня сшивное что для меня редкости швы выглядят вот таким вот образом стараюсь их показать и так вот выглядит шов ну вполне себе прилично вязала сначала эту полочку потом вязала вот эту полочку и после этого вязала просто спинку дальше я соединял все эти детали после того как я вывязала их и и из проем я набирала бетли на рукава вязала рукава по прямой я даже не делала убавок в этих рукавах не хотелось чтобы они были объемные просторные свободные и кстати наверное я немножечко длинноватыми их связала но мне это нравится потому что в такой рукав я могу опустить руку полностью и я могу закрыть даже ладонь то есть в принципе это уютно и ты можешь погреть руки то есть как вот муфта закрывала я кстати оба рукава одинаково то есть той же самый а тем же самым цветом которым и вязала то есть они идентичны закрывала я просто эластичным способом закрытия спицами ну я использую для этого крючок вообще но в принципе это спицами закрывается это не игла дальше я набирала по всему низу изделия собственно резинку по низу вязала и дальше набирала все вот эти вот петли от начала до конца по полочкам и вывязывала здесь планки для пуговиц а здесь у меня немного шалевый воротник это заметно вот он чуть чуть шире мне кажется что он немножко садится лучше по спине у меня был моток суперлана классик это тонкая нить которую я сложила вдвое и связала все резинки именно по низу и планку связала ею в два сложения но когда я все это связала у меня все получилось очень красиво очень аккуратно ровно но нить она не ложилась туда более того из-за того что была разница толщины она очень сильно стягивала полотно естественно в районе груди образовывались такие пузыри но это было явно стянутым таким вот изделием то есть не хватало ему пространство чтобы выйти я поняла что нужно обязательно купить ту же пряжу которая была изначально это крутка этой нити или что-то еще она влияет на то как это внешне выглядит в изделии то есть здесь нет вот этого вот расслоение нити поэтому когда ты сматываешь в две нити вот такую вот такого рода нить она к сожалению это заметно некрасиво менять не получилось поэтому мне пришлось срочно ехать в магазин и подбирать что-то что просто подойдет хотя бы как-то вот по цвету контрастное чтобы обработать именно именно резинки да и вот низ изделия и резинку и все что я смогла найти это вот такой вот бледно-розовый цвет оказался наиболее выигрышным это вообще для данного сочетания он мне скажем так не очень сам по себе нравится то есть бирюзовый мне бы нравился больше но вот так вот получилось так сложилось кстати здесь белым закончена планка так сделано на самом деле по двум причинам первая причина очевидная что у меня закончилась розовый клубок закончился полностью вот одного клубка мне хватило ровно на то чтобы обвязать полностью низ изделия и связать вот эту вот ну учитывая до шалевую вот эту вот часть мне вот хватило одного клубка не хватило буквально на последний ряд но в этом ряду это смотрится здорово потому что здесь есть асимметрия да и игра цвета такого что вы застегиваете и у вас попадает что вот этот вот белый цвет он как бы попадает на эту часть то есть это выглядит довольно естественно и как будто бы так и надо но опять же слишком много внимания для вещи которые наше исключительно дома поэтому мне захотелось попробовать эту пряжу мне было интересно посмотреть как она ляжет вот эти вот секции как лягут такого цвета шапку или что-то подобное мне не хотелось снук тоже мне как-то не подходит это под мой гардероб поэтому я приняла решение связать вот такой вот кардиган если вам нравится такой вариант просто задумайтесь о том какие могут быть сочетания и почему бы не связать сейчас может быть я бы связала даже просто разными цветами ну просто такой попался моток и я решила попробовать в целом конечно немножко пестровато для меня но почему бы и нет да то есть всегда экспериментируйте потому что может быть и что-то из этого получится по душе если я чего-то не сказала то напишите пожалуйста в комментариях что касается расхода то на такой кардиган у меня ушло 690 грамм то есть сам кардиган весит 690 грамм а в целом это бюджетная пряжа понятно что каких-то волшебства от нее ждать не стоит она конечно скорее всего будет закатываться и сейчас на ней есть пушок я думаю что вот этот пушок он будет потом закатываться и второе изделие о котором я хотела бы рассказать это свитер для мужа связан он абсолютно с такой же пряжи ализе суперлана макси и вязала я его в начале года собственно здесь я вот такую сделал необычную резинку из вытянутых таких петель попробовала вязать ее впервые на рукавах она тоже присутствует и по низу изделия тоже читание просто как-то родилось само для такие вещи видела когда сочетают разные цвета да возможно сейчас все-таки современном варианте модно все-таки какую-то асимметрию именно давать да то есть допустим воротник вот есть цвет а по низу нет такого цвета здесь например все вывязано так а там часть рукава вывязана вот таким же там голубым но в тот моментабатывал для себя реглан погон мне хотелось его именно вот здесь я вязала значит давайте расскажу про то как я вязала это изделие вязала я это изделие начинаем сверху вниз набирая петли по верху здесь даже есть такая ложная киплевка дальше я двигалась регланом погонам вниз делая прибавки и останавливала вязание на где-то на конце плеча моим подсчетом примерно после примерок должен начинаться рукав но здесь надо учитывать такой момент который я к сожалению не учла по наверное неопытности работы с этой пряжей потому что она достаточно тяжелая и поскольку она достаточно тяжелая под весом этой пряжи все все изделия тянется в не а естественно она сползает вниз в том числе и по плечам и и конечно плечо становится немножечко скучным чего наверное в мужских изделиях ну как мне кажется встречается редко этого не делают это выглядит странно после того как я вывязала поворотными рядами перед и спинку также вывязав при этом азиатский росток по спинке снова набирая набирались петли здесь подреза ввязалась дальше все в круговую и здесь переходилось на другой цвет и закрывались петли собственно перешла к вывязывание рукавов другим цветом в общем-то на этом и все к сожалению муж скорее не очень воспринял этот свитер он сказал что это похоже на кольчугу на какую-то не знаю броню такой свитер ему не очень понравился возможно если бы у нас там была дача или что-то такое где можно носить такую теплую вещь там не знаю по утрам то возможно такой свитер как раз то что нужно но у нас такого места нет мы городские жители и свитер наверное ему может быть не нужен он больше любит такие тонкие какие-то такие изделия которые скорее по фигуре чем не по фигуре честно могу сказать я оставила ниточку потому что есть вероятность того что когда-нибудь я этот свитер спущу и верну обратно в матки и сделаю из него что-нибудь другое ну например тоже какой-нибудь условно там домашний кардиган если вы изделие связали вы все равно получили какой-то навык поэтому даже если в перспективе я его распущу я не буду наверное сильно расстраиваться раз уж так получилось пряжи и цвета пряжи я вставлю картиночки на экран и конечно же пропишу всю информацию в инфобоксе не забывайте заглядывать туда потому что всю основную информацию по всем изделиям все названия все полезные мастер-классы которыми я пользуюсь я пишу именно там и даю вам прямые ссылки даже на авторов если мастер-класс бесплатные доступные и можно воспользоваться я всегда этой информации делюсь и стараюсь создавать эти описания максимально полезными чтобы вы могли и не также воспользоваться в случае необходимости общий вес этого свитера составил 795 грамм это довольно таки тяжелая вещь я тут не могу не согласиться с мужем вещь тяжелая но ну и в заключении относительно этих вещей что я хочу сказать честно могу сказать такая пряжа мне наверное не очень нравится то есть вот сама по себе пряжа может быть она и неплохая то есть она такая крупная учиться на ней вязать наверное достаточно просто то есть для детей может быть или для начинающих что-то в этом есть то есть вязать какой-то быстрый предмет что-то вроде шапки чего-то такого объемного да и на небольшом количестве петель это вполне себе неплохой вариант плюс попробовать на недорогой пряжи почему бы вот ребенок у меня получится именно на такой пряжи можно сама по себе пряжа мне не очень нравится конечно же состав потому что на 75 процентов она состоит из акрила и 25 процентов шерсти это очень мало то есть вы изделия она просто сохраняет ваше тепло на мой взгляд подобные изделия они скорее больше про какие-то эксперименты про какие-то пробы пера наверное в перспективе я бы не хотела больше вязать из этой пряжи друзья вязала я кардиган на спицах номер восемь насколько я помню а свитер вязала я на спицах номер шесть если я правильно помню полотно такое было достаточно плотно и она в принципе даже и сейчас в сравнении можно увидеть что он то петли кардиган и наверное они все-таки чуть крупнее чем петли свитера вопрос того на каких спицах вязать конечно же решается вашим образцом которые вы свяжете разными видами разными номерами спиц и посмотрите на каком лучше смотрятся петли я немножечко страдаю рыхлым дизайном потому что для меня вязание это больше про про расслабление про отдых про какой-то процесс удовольствия поэтому для себя я стараюсь выбирать спицы поменьше чтобы самовязание получалось более плотным просто по той причине что я не хочу а заставлять себя как-то натягивать нить и следить за этим натяжением очень сильно чтобы знаете напрягать руки и ну уставать от этого сильнее то есть для меня все-таки это больше про отдых удовольствие и какое-то процесс творчество нежели про напряжение делайте выводы на основании своих образцов и выбирайте спицы по размеру в зависимости от того какой образец вам понравился больше ну а на этом я буду заканчивать свое видео друзья я надеюсь что сегодня вам также было полезно узнать о пряже ализе так же вам было интересно посмотреть на два моих готовых изделия возможно какой-то из этих изделий вам понравится как просто образец того что можно сделать из крупной пряжи возможно вам не понравится совсем ничего мы все разные поэтому это нормально а далеко не все нравится и не я открыто к вашим комментариям пожалуйста напишите какой вариант вам кажется более практичным удобным а если вам понравилось видео оно было полезным и информация которая я рассказывала может быть как-то вами использована то поставьте пожалуйста пальчик вверх а со своей стороны хочу поблагодарить всех кто подписался на меня кто оставил приятный комментарий мне в первом видео к сожалению второе видео совсем не получила никакой поддержки я не знаю по какой причине я мне еще предстоит это узнать поэтому я благодарна всем тем кто уже подписался до встречи в новых видео пока на и и и и и